МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасное соседство. Жители Доскина боятся за свою жизнь. В их поселке живут волки. Предполагаемый убийца Марии Гликиной найден. Следователи просят нижегородцев опознать человека. Самые лучшие специалисты в Нижнем Новгороде вручили Народную медицинскую премию. Нарушил тишину, плати штраф. Депутаты ЗАГСобрания определили сумму наказания за нарушение закона о тишине. Помочь детям вместе. В КСТОВ состоялась всероссийская благотворительная акция под флагом добра. О главных событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем прямо сейчас в эфире службы новостей город. Меня зовут Мария Зеленская. Здравствуйте. Итак, жители поселка Доскино держат в страхе волки, которые периодически разгуливают рядом с их домами. Сюда они приходят не из леса, а сбегают из вольера, где их держит один из местных жителей. Во время своего очередного побега животные растерзали несколько собак. Хотя животных удалось поймать и посадить обратно в клетку, местные жители возмущены произошедшим. Теперь они опасаются за свою жизнь и жизнь своих детей, ведь звери могут загрызть человека. Собак-то боимся, а уши волков тем более. Я считаю, категорически нужно запретить это все. Это уже не первый побег волков. Хозяина даже пытались заставить закрыть питомник, но суд встал на защиту мужчины. Между тем, такое соседство с дикими животными, по словам местных жителей, не только опасно, но и приносит большие неудобства. Воют постоянно. И днем, и ночью. Ночью вообще окна закрываем, и слышно их сильно. Нижегородские следователи просят о помощи жителей города. На своем сайте Следственный комитет опубликовал видео с предполагаемым убийцей Марией Гликиной. Я напомню, труп 19-летней Нижегородки был обнаружен в ноябре минувшего года в подвале заброшенного дома в самом центре города. Девушка была связана, а на теле были следы насильственной смерти. На кадрах видно, как девушка идет в сторону улицы Студеной, а за ней следом молодой мужчина. На другом видео тот же молодой человек, только идет он уже по направлению к площади Свободы. Я напомню, Нижегородка пропала 8 ноября 2014 года. В тот день она встречалась с одноклассниками в одном из кафе города. Вечером девушка позвонила маме и сказала, что идет пешком на площадь Минина и Пожарского. Оттуда она планировала добраться до улицы Темирязева, где жила ее подруга. Вечером 10 ноября тело Марии Гликиной нашли в подвале заброшенного дома по улице Студеной. Следователи обращаются к Нижегородцам с просьбой опознать человека. Если вы узнали этого мужчину или знаете, где он находится, звоните по телефону 8-920-069-64-33 или по телефону дежурной части 268-53-13. Ну а теперь к другим темам. Спросили вову нижегородца, какой самый популярный напиток в жару. И он ответит – квас. Это питье считается сезонным. И как только приходит жара, на каждом углу появляются бочки с квасом. Они-то и вызывают наибольшее опасение у потребителей. Чему отдать предпочтение – квасу в бутылке из магазина или разливному? Екатерина Вологина проверила напиток не только на вкус. Нет ничего лучше кружки холодного кваса, который так бодрит в жаркий день. Специалисты доказали его пользу. Продукт брожения активизирует кровообращение, борется с плохими бактериями и укрепляет здоровье. Производители могут сколько угодно расхваливать именно свой квас. А покупателям ничего другого не остается, кроме как пробовать. Но как тут выбрать, если даже состав у традиционного напитка разный? Дело в том, что одни ведут процесс брожения от начала и до конца. Другие используют уже готовое, так называемый, концентрат квасного сусла. И то, и другое к продаже разрешено. Лишь бы на этикетке, кроме привлекательных слов «натуральный», «традиционный» был написан состав продукта. Вся углекислота, которая содержится в напитке, если температура выше 20 градусов, а здесь намного выше, она просто высвобождается постепенно. И когда вы напиток открываете, естественно, чем выше его температура, тем больше будет этой пены. Пена, коричневый цвет, аромат ржаного хлеба и, главное, вкус – наглядные показатели качества. То, что не видно, покажут в лаборатории. Прежде всего, измеряем давление в бутылке. В обеих оно в норме. Чтобы определить содержание сухих веществ, от которых зависит насыщенность вкуса, квас сначала хорошенько мешаем, затем фильтруем через вату. Показатели также в норме. В натуральном, не пастеризованном квасе процессы брожения продолжаются, а значит, напиток может менять вкус. Напоследок, еще одна красивая реакция. И можно делать окончательные выводы. «Мы проверили квас на содержание сухих веществ, на кислотность и на содержание двуокисиуглерода. По всем проверенным показателям у нас квас соответствует требованиям ГОСТа». Проще убедиться в качестве кваса, к примеру, на разлив, можно по сопроводительным документам, которые доступны покупателям. На каждой бочке, на каждой квасной емкости должна быть этикетка, на которой написано, и до потребителя любым доступным способом должна быть доведена информация о наименовании напитка, о дате изготовления напитка, о сроке годности данного напитка и условий хранения. Квас на разлив в огромных бочках сейчас почти не встретишь. Их заменили так называемые кеги. Перед продажей емкости тщательно моют, а специальный слой позволяет нормализировать температуру внутри. А вот дома недопитый живой квас нужно хранить не больше суток и обязательно в холодильнике при температуре до плюс 12. Екатерина Вологина, Александр Булин, Служба новостей, город. Ну а в Кстову произошло серьезное ДТП. Подробности далее в сводке происшествий гордой области. ДТП с участием мотоцикла в этот раз на улице Надежды Сусловой. На видео хорошо заметно, как водитель автомобиля поворачивает налево. Ему уступает дорогу красная иномарка. Но при завершении маневра неожиданно на его пути возник мотоцикл. Водитель двухколесного, по всей видимости, не хотел двигаться совсем в общем потоке и решил объехать образовавшийся затор по островку безопасности. Тем самым спровоцировал аварию. В городе Кстово Нижегородской области произошло серьезное ДТП. На перекрестке проспекта Победы и улицы Магистрали дорогу не поделили два автолюбителя. При стукновении водитель иномарки не пострадал. А вот другому участнику ДТП повезло меньше. Его госпитализировали. По словам очевидцев, виновник аварии – водитель иномарки. Сейчас подробности ДТП уточняются. В селе Дивеево произошел пожар в складском помещении одного из магазинов. Специалисты установили, что причина возгорания – поджог. Запись видеокамер помогла полицейским по горячим следам установить личность подозреваемого. Задержали подозреваемого в совершении данного деяния. 52-летнего жителя города Ярослава. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И смотрите во второй части нашего выпуска. Самые лучшие специалисты. В Нижнем Новгороде вручили народную медицинскую премию. Нарушил тишину – плати штраф. Депутаты Заксобрания определили сумму наказания за нарушение закона о тишине. Помочь детям вместе. В Кстово состоялась всероссийская благотворительная акция под флагом добра. В эфире служба новостей города. Мы продолжаем. В четверг в Нижнем Новгороде врачам вручили народную медицинскую премию. За три месяца со дня старта голосования 200 тысяч человек из всех районов области выбирали самых профессиональных и неравнодушных докторов. Кардиохирург Михаил Рязанов был приятно удивлен, когда накануне узнал, что он получит медицинскую премию. Его профессионализм оценили сотни пациентов, которым он подарил здоровье, а кому-то спас жизнь. В отделении Михаила Рязанова делают в том числе самую популярную операцию на сердце – аорто-коронарное шунтирование. Она позволяет продлить жизнь тем, у кого есть подозрения на инфаркт. Этот диагноз – наиболее частая причина смертности рабочего населения по всему миру. Это действительно неожиданно. Это очень приятно. Это значит, что мы работаем не зря. То, что пациенты сами решили отдать голоса за нашу больницу, хочется сказать им огромное спасибо. Нижегородскую народную премию в этом году вручают уже в третий раз. Пациенты сами выбирали, кому отдать предпочтение в одной из 11 номинаций. Например, лучший терапевт, лучший невролог, лучший педиатр. Цель премии – повысить престиж профессии врача. И важно, что самое правильное жюри здесь – пациенты. Непосредственный результат, качество работы оценивает все-таки пациент, а не тот, кто по формальным показателям, сколько приемов, сколько выписал рецептов, сколько минут тратил, сколько на койке лежит у него. Поэтому показатели можно все, что угодно нарисовать. Пациента не обманешь. Просто не обманешь. Ну а теперь за нарушение тишины нижегородцы будут платить штраф. Подробности далее в рубрике «Короткой строкой». Депутаты ЗАГС Собрания определили, какие штрафы будут платить нижегородцы за нарушение закона о тишине. Я напомню, он вступает в силу в сентябре 2015 года. За громкую музыку или, например, раздражающий звук холодильника или кондиционера, обычные нижегородцы будут платить от 500 до 2000 рублей. Должна шныриться от 1 до 4000, а юридически от 5 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма наказания составит от 2 до 30 тысяч рублей. Временное неудобство придется потерпеть нижегородским автолюбителям в центре города. С 19 часов 26 июня до 5 утра 29-го будет закрыто движение по улице Грузинская в районе дома номер 48 и Ашарская в районе дома номер 14. Здесь будут ремонтировать теплотрассу. Объехать это место можно будет по прилегающим улицам. Федор Бондарчук планирует снять свой новый фильм «Держинский». Об этом он рассказал в интервью одному из печатных изданий. Рабочее название картины «Русская весна». Она повествует о конфликте в Украине и, в частности, о штурме Донецкого аэропорта. Декорациями для съемок режиссер выбрал заброшенные цеха завода «Заря». У Нижнего Новгорода может появиться новый титул – «Старица баров». По крайней мере, таковы данные исследования одного из порталов. Его специалисты сравнивали обеспеченность населения городов-миллионников барами и кофейнями. Преимущество оказалось на стороне первых. В крупных городах России сейчас работают 4052 бара и 2440 кофеин. Самый большой перевяз оказался в столице Приволжья. Всероссийская благотворительная акция под флагом «Добра» прошла в среду вечером в городе Кстова. Ювлейный футбольный матч между звездами российской эстрады и командой правительства Нижегородской области собрал целый стадион. А перед началом игры часть состава звездной команды встретилась с журналистами и еще раз напомнила о главной цели предстоящего футбольного поединка. Тимур Халилов наблюдал за ходом матча. Место встречи сборных – центральный стадион города Кстова. Представители команд «Звезд» Старка Росич. Болельщики замечают еще до начала матча. Это те, кого представлять не нужно. Музыканты, шоумены и актеры из любимых фильмов и сериалов. Их соперники по традиции – команды нижегородских политиков. У звездного матча и комментатор подстать. Виктор Гусев не дает заскучать всем, кто пришел на стадион. Несмотря на опасные моменты, после первого тайма на табло нули. Но команда звезд даже и не думает унывать. Ну, мы по-честному играем. И я думаю, это самое главное. По крайней мере, у всех на лице улыбки. Настроение замечательное. Ну и впереди концерт, хотя развязка матча во втором тайме будет, я думаю. А пока звезды не унывают, политики делают свое дело. Начало второго тайма. И вот уже заместитель губернатора Дмитрий Сватковский со штрафного забивает гол в ворота соперника. Впрочем, главное в этот вечер не просто забить как можно больше мячей. Этот матч благотворительный. Со времени проведения первого матча в 2006 году было собрано почти 32 миллиона рублей на лечение детей. В этом году юбилейный матч со звездами эстрады собрал еще 3 миллиона. Эти деньги пойдут на лечение трех тяжелобольных детей в нашей области. На матч пришли родители ребят. У дочери Виктора Ярошина редкое заболевание кровеносных сосудов. Собранные сегодня деньги на лечение. Шанс ребенка на долгую и счастливую жизнь. Одна процедура только. Входится 700 тысяч. Я благодарен тем, которые организовали эту акцию, которая помогает нашим детям. Кстати, завершился матч со счетом 2-1. Впереди оказалась команда правительства области. Но все игроки признались, что победили нижегородские дети. За все годы акции под флагом добра в регионе удалось помочь 71 ребенку. Для нас сегодня добро, единение нашего народа, нашего региона, помощь нашим детям становится первостепенной задачей. Видимо, это и считается добро, когда люди собираются, взрослые люди собираются и дарят самое лучшее своим детям. Для нас самое главное – это дети всегда. И если в этом городе один или два или три ребенка получат помощь, для меня это будет тоже счастье. Завершился праздник концертом «Звезд». Тимур Халилов, Максим Жалымин. Служба новостей. Город. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. В селе Ват в Нижегородской области местные жители создали необычный сад возле своего дома. Глухарь, страус, аист и другие фигурки полностью сделаны из пластиковых бутылок. Полеты на параплане – один из самых доступных способов почувствовать себя птицей и насладиться свободным полетом. Нижегородские экстремалы признаются – ощущение, как будто за спиной выросли крылья, а дыхание захватывает от потрясающего вида. После сильного дождя, который прошел в городе в среду, произошел обвал грунта и прямо напротив новой скульптуры на мещере. Пользователи сети уже начали шутить, что гигантский человек решил полностью вылезти на поверхность. А вот у владельца этого Митсубиси было не до шуток – его автомобиль провалился в яму. Памятника Серой Волги, который украшал пересечение Южного шоссе и улицы Веденяпина, больше нет. По словам местных жителей, это было особое место для влюбленных. Теперь те, кто решит назначить свидание под памятником у Серой Волги, не смогут встретиться. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого выкладывай в сеть. Не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – Московский передвижной дельфинарий в Сурмовском парке. Дорогие нижегородцы, «Первый городской телеканал» готов подарить два приглашения в Московский дельфинарий, который, кстати, находится в Сурмовском парке. Всего лишь навсего за ваши хорошие новости. Поэтому подходите, не стесняйтесь. Ну, я закрыла сессию, это очень классно. Значит, начинаем танцевать. У нас начинается танцевальный сезон в Гудфуд студия. Вот, то есть мы открываем новые направления, набираем коллективы и танцуем. Присоединяйтесь к нам. Вчера я гуляла, и в первый раз в собственной жизни я видела подстриженную собаку Чау-Чау. Она была такая милая. Реально, это была такая милая рыженькая собачка. Это было очень мило. Я была очень рада. Едем отдыхать, хорошая новость. И уже в понедельник. Сын как бы это делает ремонт в квартире и собирается жить отдельно от нас. Мы приехали из Африки, из Конга. Приехали отдохнуть, смотреть к бабушке. Погода хорошая. Вот, довольны мы. За вашу хорошую новость, первый городской телеканал и наши друзья. Московский телевизиональный Сорковский парк дарит вот такое приглашение. На два лица обязательно сходите с вашим малышом и посмотрите. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Ну а теперь информация о погоде на завтра. Прогноз на пятницу подготовила Юлия Карабасова. По народному календарю 26 июня Акулина Гречишница. По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею соседей. В старину примечали. Мошкара кругами летает. Погода будет хорошей. По прогнозам синопсиков, 26 июня в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночные часы плюс 24. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-01-71. Но на этом информационный блок не заканчивается. Моя коллега Мария Белова в рубрике «Страна советов» расскажет, как уберечь диван от пролитого кофе, кошачьих когтей и даже сигареты. А также, что делать, если диван не подходит к вашему новому интерьеру. Что такое еврочехол для мебели и для чего он нужен, расскажем далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. Летом я, как и многие, предпочитаю одежду в светлых тонах. Но чаще всего по закону подлости. Именно с такой одеждой и случаются неприятности. Но если рубашку мы сможем постирать, то что делать, если такое пятно появится на вашем любимом диване? Оказывается, у дивана тоже может быть одежда – еврочехлы. Это изобретение законодателей моды итальянцев. Производство фабричное, поэтому в качестве можно быть уверенным. Еврочехлы очень похожи на женские чулки. Ножки могут быть у всех разные, но чулок в любом случае идеально сядет. Так и еврочехол можно подобрать практически на любой диван. Фабрика ГАИКО даже получила патент на свое изобретение. Еврочехлы садятся на разные размеры и формы мебели. Такая универсальность достигается за счет того, что они прострочены тонкими резиновыми нитями, за счет чего тянутся как по горизонтали, так и по вертикали, плотно облегая форму вашей мягкой мебели. Для того, чтобы накинуть плед на кресло, нам понадобится 10 секунд. Но ровно через такое же время процедуру придется повторить. Еврочехол можно надеть за минуту. И в идеально ровном состоянии, без всяких складок и сборок, он пробудет до стирки. Но не стоит верить нам на слово, лучше все увидеть собственными глазами. Чтобы вам не скучать, видео мы ускорили. Но смотрите, это снято одним планом, без всяких склеек. И чехол реально принял форму дивана даже меньше, чем за минуту. Новый рекорд – 53 секунды. Вот так. Для того, чтобы Еврочехол идеально сел по форме дивана, нужно знать несколько простых правил. Самое главное – убедитесь в том, что между спинкой и сидением, и подлокотниками и сидением, есть щели для того, чтобы проткнуть излишки ткани, и тогда Еврочехол максимально повторит форму вашего дивана. В жизни мы каждый день меняем наряды в зависимости от настроения. То же самое вы можете сделать и с вашим интерьером. И в этом нам опять поможет Еврочехол. Еврочехол. Для тех, кто разбирается в хороших итальянских брендах, не секрет, что, к примеру, вот такое голубое шелковое платье от Гуччи обойдется вам 113 тысяч рублей, а платье смешанной вискозы с валаном от Армании – 84 тысячи. Итальянский Еврочехол у фабричного производства стоит от 2400 рублей на кресло и от 4400 рублей на диван. При том, что платье модницу меняют каждый сезон, а Еврочехол, верой и правдой, прослужит вам несколько лет. В состав Еврочехол входит от 30 до 80% хлопка, остальное – добавление синтетических волокон, для того, чтобы повысить износостойкость ткани. Кстати, продолжим сравнение Еврочехол с одеждой. Если последнюю легко сдать в химчистку, с диваном сложнее. Вам придется вызвать мастера домой и ждать несколько часов. Вы потратите минимум 7 тысяч рублей. Еврочехол – также отличная инвестиция в будущее. Мода меняется, наши желания и запросы меняются вместе с ней. К примеру, вы купили красивый и дорогой диван за 200 тысяч, а потом он вам надоел. Что с ним делать? Можно, например, продать. Под Еврочехлом он сохранит идеальный товарный вид. Кроме того, сам Еврочехол – также отличная возможность обновить немного надоевший диван. Любители кошек могут ликовать. Усатый-полосатый, наконец, перестанет точить когти о диван. Когти животного попадают в мягкую ткань. Ткань тянется за кошкой, соответственно, ей это не нравится, она теряет всякий интерес к вашей мягкой мебели. Настоящие итальянские чехлы в фабрике Гайко можно найти и в Нижнем Новгороде. Более 50 различных расцветок, придуманных итальянскими дизайнерами, украсят любой интерьер. Итальянская фабрика Гайко имеет самое передовое оборудование для обработки и пошива ткани. Запатентованная технология и ткань, соответствующая всем международным стандартам, гарантируют превосходное качество чехлов, а также их долговечность и комфорт. Чехол можно подобрать на диван любых размеров, а также на кресла и даже стулья. Приходите в торговый центр Республики и убедитесь в этом сами. Подробности по телефону 291 07 21 и на сайте www.decordefisnn.ru События сезона. С 20 мая в Сорманском парке «Большой московский дельфинарий» 414 9043. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26 июня в пятницу днем плюс 26 переменные облачность ночью, плюс 22 малооблачно. 27 июня в Нижнем Новгороде днем плюс 31 ясно, ночью плюс 24. 28 июня в воскресенье днем плюс 29 переменные облачность ночью, плюс 22 переменные облачность, возможен дождь, гроза. 28 июня в воскресенье днем плюс 29 июня в воскресенье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok